всем привет меня зовут владимир вы на моем канале здесь мы говорим об автомобиле который снимается в кино мы продолжаем изучать автомобильную культуру старой америки но в данном выпуске хотелось бы поговорить не об автомобилях и скорее на смежную тему американская закусочная дайнер это не просто место где можно перекусить и выпить кофе это такой же символ старой америки как и бесконечные хайвеи огромные грузовики и ковбойские сапоги со своими неоновыми вывесками огромными порциями еды официантками подливающими кофе и музыкальными автоматами дайнер в свое время стал символом американского быта который нашел отражение во многих аспектах поп-культуры считается что концепция подобной закусочной зародилась еще в девятнадцатом веке когда вальтер скотт ну или уолтер скотт как кому угодно предприниматель из рудайланда стал использовать фургон запряженной лошадьми чтобы доставлять людям сэндвичи пироги и кофе при этом зачастую по ночам вальтер скотт родился 28 ноября 1841 года в камберленде в семье адвоката к 11 годам он торговал конфетами фруктами и газетами на улицах провиденса чтобы помогать вдовевшей матери после того как его отказались брать на службу в армию во время гражданской войны за плохого зрения вальтер скотт переехал в айланд штат нью-джерси чтобы попробовать силу в сельском хозяйстве потерпев неудачу он вскоре вернулся в провиданс где нашел работу журналистом хотя другие источники говорят разносчиком газет в провиданс ивнинг пресс а затем в монингстар там скотт возобновил свой предпринимательский путь и начал предлагать коллегам по работе легкие закуски и кофе где-то в 1872 году он бросил работу в газете использовал все свои сбережения чтобы открыть передвижной продовольственный бизнес на полный рабочий день продавая домашние бутерброды и кофе из небольшого грузового вагончика запряженного лошадьми разместив продукты и припасы в повозке вальтер скотт упростил логистику своего маленького бизнеса и поиск клиентов к тому времени когда рабочий люд заканчивал смену обычно доступные рестораны и бары где работники могли бы перекусить уже были закрыты на ночь хотя понятное дело обычай торговать на улицах с ясными припасами был широко распространен в городах сша и задолго до этого вальтер скотт был почти единственным кто додумался продавать свою еду рабочим еще и в ночную смену считается что именно это его нововведение ознаменовало рождение классической американской закусочной вальтер скотт ушел из этой профессии в 1917 году особо не разбогатев однако вполне неплохо заработав на жизнь а главное он задал вектор развития этого бизнеса популярного и по сей день позже концепция вагончика для ланча перекочевала из провиданса в устар штат массачусетс в то время как изначально обеденная повозка скотта была отремонтированным грузовым вагончиком в дальнейшем производители фургонов для ланча начали разрабатывать эстетически более привлекательные транспортные средства витражи с гравировкой и красочный экстерьер привлекали посетителей а интерьеры были расписаны флер де лис цветами лилия и красочными картинами которые перекликались с работами старых голландских мастеров меню наоборот было простым бутерброды с ветчиной курицей или сыром пироги с яблоками и мясным фаршем а также кофе в 1891 году чарльз палмер запатентовал дизайн конструкции так называемого обеденного фургона запряженного лошадьми где в одной части фургона находилась кухня а в другой части столовая с табуретами или стульями также там торговали на вынос через окна для посетителей удивительно но внутри особенно в холодные ночи эти повозки могли вмещать до 20 человек людям нравилась неформальность этих фургонов выгодные цены возможность посплетничать и обменяться новостями что в принципе остается отличительной чертой дайнеров и по сей день фургоны для ланча использовали ночную тематику из-за популярности у любителей поесть поздно вечером и назывались совами еще значительный вклад в развитие этого бизнеса внес бизнесмен по имени томас бакли он начинал как простой работник в ланч-фургоне однако в дальнейшем организовал собственный бизнес так как и разрабатывать и производить фургончики для ланча оказалось гораздо выгоднее чем работать в них бакли открыл фабрику по производству собственных фургонов в устаре первый построенным фургон был доставлен в дэнвер штат колорадо где его новый владелец по фамилии боуэн стал развивать ресторанный бизнес дальше на запад компания основанная бакли производила не только фургоны для ланча она также занималась поставкой посуда и урн ножей собатье французских зеркал декорированных стекол линолеума домкратов для фургонов и стандартных пожарных ведер бакли также стал первым кто добавил в фургоны для ланча кухонные плиты что значительно расширило меню фургонный бизнес бакли прекрасный пример частного предпринимателя реализовавшего американскую мечту за 50 лет своей деятельности компания выпустила сотни закусочных на колесах конечно помимо его компании в начале двадцатого века существовали и другие фирмы производившие подобные фургоны например тирни и о махоуни а вскоре за ними последовали и другие компании к 1912 году около 50 обеденных фургонов сов курсировали по темным улицам провиденса они распространились и в других городах новой англии при этом власти в свою очередь стали раздражаться из-за ночных толп и особенно конкуренции которые эти фургоны составляли обычным рестораном открывавшимся утром кроме того такие транспортные средства увеличивали заторы на улицах вскоре были введены запреты которые заставили владельцев фургонов ездить только по ограниченным участкам улиц а в дальнейшем и мы вовсе запретили передвижение фургоны становились все более ветхими и неприглядными так что не удивительно что постепенно их колеса заменялись фундаментами но история передвижных заведений общепита на этом не закончилась а продолжилась в виде отдельного направления так называемых фуд траков продающих еду строго и исключительно на вынос но эта тема для отдельной передачи а мы же продолжаем рассказ о классических закусочных дайнерах ставших к этому моменту истории стационарными считается что первую стационарную закусочную нового типа открыл в 1913 году джерри махоуни его компания джерри о махоуни дайнер компания из элизабет штат нью-джерси строила типовые придорожные закусочные с 1917 по 1952 год компания произвела около двух тысяч длинных и узких металлических построек возможно больше чем любая другая фирма в те годы длинная стойка круглые барные стулья и своеобразные вывески все эти детали в общем то до сих пор придают характерный облик и современным американским закусочным дайнерам после начала первой мировой войны рестораны стали особенно активно обслуживать женщин добавляя в ассортимент коробки с цветами элементы декора для дома и рекламируя свою еду как домашнюю в 1920-х годах было придумано собственное само название дайнер поскольку заведение построена из сборных металлических конструкций напоминала людям железнодорожный вагон ресторан дайнинг кар закусочные 30-х годов отличались обтекаемым дизайном и хромированными интерьерами подобный дизайн появился в попытке изменить имиджи закусочных он должен был отражать модные тенденции современной эпохи во время великой депрессии многие дайнеры пытались остаться в бизнесе благодаря недорогому меню считала что подобная закусочная продолжала хранить демократический дух доступного всем пространства где за чашкой кофе можно было поделиться новостями увидеть знакомые лица и в конечном счете укрепить дух сообщества что было особенно важно в те годы спрос на дайнеры вновь вырос после второй мировой войны когда военнослужащие вернулись домой в это время в ресторанах появились ламинированные столешницы торговой марки формика обитые кожей кабинки деревянные панели и мозаичные полы и стеррацию внешний вид закусочных менялся по мере того как они находили распространение в пригородах появлялись фасады из нержавеющей стали большие окна и декор стен квинтэссенция классического стиля дайнера приходится на 50-е годы декоративная нержавеющая сталь со стёганными ромбовидными рифлеными узорами неоновыми вывесками и закругленным внешним профилем походящим на последние модели автомобилей тех лет многие считают этот период золотым веком американской закусочной америка переживала бум в послевоенные годы число владельцев автомобилей резко выросло в 50-х и это стало хорошей новостью для владельцев придорожных закусочных которые привлекали как путешествующие семьи так и людей работающих на выезде уставшие водители могли перекусить горячими блюдами такими как куриц барбекю или стейк но и понятное дело особенным успехом дайнеры пользовались у молодежи в то время вы могли купить четверть фунтовый бургер всего за 44 цента рулет с поджаренным беконом и напиток всего за 30 тогда же достигли пика популярности и музыкальные автоматы джукбоксы в своем классическом виде это были громкие громоздкие аппараты с разноцветными лампочками и большим количеством хрома в 60-х дайнеры становятся настоящим социальным магнитом для населения посещение простой закусочной стало программным мероприятием для каждого кандидата в президенты во время предвыборной кампании и покойный джон кеннеди не был исключением вот он сидит за стальной стойкой скромные закусочные в нашего штат нью-гэмпшир посетители толпятся чтобы увидеть кеннеди пока он попивает кофе и дружелюбно болтает с окружающими хотя прошли десятилетия дайнеры по-прежнему остаются своеобразной опорой предвыборной кампании более 40 лет спустя тогдашний кандидат в президенты барак обама появился в закусочный глайдер в скрэнктоне штат пенсильвания закусочные также были местом проведения демонстрации борьбы за гражданские права на протяжении 60-х годов сидячей забастовки во время которых чернокожие посетители в знак мирного протеста сидели за стойками предназначенными исключительно для белых посетителей это происходило в очень многих закусочных дайнерах хотя в 70-х годах набирали обороты рестораны фастфуда классическая американская закусочная не теряла позиции многие дайнеры строились в ретро стилистике кстати некоторое время мода на них распространялась и по европе продолжая успешно существовать на протяжении следующих десятилетий двухтысячным годам закусочные не просто оставались удобными местами для обеда во время путешествия они превращались в те маленькие кусочки старой америки которые сами по себе были достопримечательностями от которых веяло ностальгией их искали туристы отправляющиеся по классическим маршрутам например по остаткам road 66 со временем новые закусочные стали предлагать более изысканное и разнообразное меню с учетом современных тенденций на здоровое питание не отказываясь при этом от привычной атмосферы примером может служить дайнер big bad breakfast который впервые открылся в оксфорде штат алабама в 2008 году сегодня различные компании строят новые закусочные реконструируют старые многие из них занесены в национальный реестр исторических мест среди них бутон розы датируемые сороковыми годами этот дайнер был обновлен и отполирован добавлен дополнительное пространство для ресторана а меню дополнено некоторыми творческими изюминками роль американской закусочной дайнера как культурного символа неоспоримо это место действия таких известных фильмов как криминальное чтео тарантино тельмо и луиза ридли скотта кофе и сигареты джармоши в телесериале твин пикс специальный агент дейл купер мог много серий подряд наслаждаться чертовски хорошим кофе и вишневым пирогом в местной закусочной дабл р а герой дорожного триллера спилберга дуэль заезжает в дайнер в попытке скрыться от маньяка на грузовике теме дайнера посвящены картины известных американских художников например Эдварда Хоппера и Нормана Роквелла классические американские закусочные существуют как культурное явление уже более века и по-прежнему популярны среди людей любого возраста и достатка на протяжении поколений они создают неповторимую атмосферу в которой многим американцам хочется вернуться вновь и вновь а на сегодня все всем сила в 8 а